Музыка Говоря о новостях минувшей недели из рубрики PolitTrash, нельзя обойти вниманием неожиданные заявления ряда, не побоюсь этого слова, моральных авторитетов В поддержку Байдена и Трампа на выборах президента США Президент США и может казаться нелепым для всего остального мира, но для Талибана он мудрый человек Как это трогательно! Так за Трампа переживали, что аж кушать не могли После прочтения этих новостей невольно вспоминаются две крылатые фразы Первая – та, в которой скажи мне, кто твой друг А вторая – та, где чума на оба ваши дома Ну а пока в западной прессе обсуждали ковид и Турцию С новой сенсацией подоспел товарищ Ким Чен Ын Напугавший весь либерально-демократический мир размером своих ракет Похоже, на фото с парада Ким Чен Ын не зря улыбался во все 32 зуба Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире «Международная панорама» на канале КРТ И я, ее ведущий Данил Богатырев В горящем пламенем войны на Горном Карабахе На минувшей неделе было достигнуто соглашение о прекращении огня Правда, его выполнения добиться так и не удалось Но обо всем по порядку В ночь с 9 на 10 октября в Москве состоялись переговоры Глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова По итогам консультации в Москве стороны согласовали прекращение огня с 12.00 10 октября В гуманитарных целях для обмена пленными, а также телами погибших Текст совместного заявления зачитал глава МИД РФ Сергей Лавров Цитата Объявляется о прекращении огня с 12.00 10 октября 2020 года В гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами И телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного комитета Красного Креста Также в заявлении сказано, что Азербайджанская республика и Республика Армения При посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ На основе базовых принципов урегулирования приступают к предметным переговорам С целью скорейшего достижения мирного урегулирования Для Москвы посредничество восстановлений мира в Нагорном Карабахе И сохранение Минской переговорной группы Сопредседателями которой являются Россия, Франция и США В качестве основного формата урегулирования этого конфликта Крайне важные задачи С геополитической точки зрения нынешнее обострение в Нагорном Карабахе Было выгодно Турции, чтобы вклиниться в архитектуру безопасности Южного Кавказа Потеснив в регионе позиции России Желанием не допустить этого и объясняется посредническая активность РФ В урегулировании армяно-азербайджанского конфликта Тем не менее, при том градусе взаимной ненависти и дегуманизации Который имеет место между двумя народами Южного Кавказа Верить в то, что режим прекращения огня заработает с первых часов его введения Было бы крайне наивно В итоге, вполне ожидаемо, уже в первый день гуманитарного перемирия Стороны обвинили друг друга в его нарушении Министерство обороны Армении утверждало, что вооруженные силы Азербайджана Нанесли ракетный удар по территории Сюникской области Армении Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что Азербайджан нарушил соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе Представители Азербайджана это отрицали В свою очередь, Миноборона Азербайджана заявила, что территории Тертерского и Агдамского районов обстреливаются противником В Армении утверждают, что это не соответствует действительности 11 октября обстрелом подверглись столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт И второй по размеру город Азербайджана Гянджа Как заявил заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев Число погибших в результате ночного обстрела города Гянджа со стороны вооруженных сил Армении превысило 7 человек Более 30 человек тяжело ранены В свою очередь, пресс-секретарь президента НКР Ваграм Пагасян заявил о том, что обстрелы городов непризнанной Нагорно-Карабахской республики Таких как Степанакерт, Мартуни и Шуши являются неуважением к достигнутым в Москве договоренностям о прекращении огня По состоянию на утро 14 октября, долгожданное прекращение огня в Нагорном Карабахе так и не наступило Интенсивные бои в начале недели продолжались на южном направлении вблизи населенного пункта Гадрут Азербайджанская сторона даже заявила о его занятии, однако эта информация была опровергнута репортажем российских военных корреспондентов На остальных участках фронта в Карабахе продолжаются обстрелы, огневые контакты и применение беспилотных летательных аппаратов Градус медийного нагнетания взаимной ненависти между армянами и азербайджанцами не спадает ни на секунду Так, в азербайджанских СМИ удары армянской артиллерии называют не иначе, как террористическими А армяне штампуют сатирические ролики о том, как женщины Карабаха прогоняют нерадивых азербайджанских солдат ударами веников Помимо обычной пропаганды, стороны применяют и весьма креативные, технологичные методы ведения войны Так, 12 октября стало известно о том, что некий армянский хакер заказал с банковских карт, на которые азербайджанцы собирали деньги для своей армии презервативов на сумму 9050 долларов и секс-игрушек на 29 тысяч долларов В качестве адреса доставки после покупки на Амазоне были указаны Дом правительства Азербайджана и Министерство обороны Вероятно, столь необычным образом армяне решили ответить на взлом ряда их правительственных сайтов, на которых азербайджанские хакеры размещали речи Ильхама Алиева Азербайджанские воины интернета также не дремлют Накануне они призывали единомышленников массово жаловаться на страницу американской светской львицы армянского происхождения Ким Кардашьян в Инстаграм, так как последняя публично поддерживает Армению Вероятно, самым емким итогом прошедшей недели на Южном Кавказе стало лаконичное заявление премьера Армении Никола Пашиняна о том, что перемирия в Карабахе нет Подробнее о том, что происходит в Нагорном Карабахе, поговорим с профессором, доктором политических наук Валентином Якушиком Здравствуйте, Валентин Михайлович Здравствуйте Как вам обстановка в Карабахе? Я имею в виду, в частности, то перемирие или, если быть более точным, режим прекращения огня, который был заключен в Москве и который до сих пор не соблюдается Вот буквально сегодня с утра пришли новости о том, что азербайджанцы обстреляли на территории непосредственно Армении Несколько ракетных установок с тем, чтобы нанести по ним якобы предупреждающий удар, чтобы они не обстреливали территорию Азербайджана Ну, мы понимаем, что обе стороны продолжают вести боевые действия после введения в силу режима прекращения огня Как по-вашему, есть ли какая-то надежда на стабилизацию обстановки, на хотя бы повторную заморозку этого конфликта, не говоря уже о его разрешении? Ну, я в самом вопросе вижу ваши ценности Вы бы хотели, чтобы конфликт заморозился и, может быть, чтобы следующие поколения его решали Но такой подход не у всех существует Для азербайджанского общества очень важно, чтобы у власти был успех Успех с чем может быть связан? Когда сейчас падение цен на нефть Есть усложнение внутриэкономической ситуации Поэтому победы в войне, любое продвижение, особенно если оно существенное, территориальное, это уже успех А тут сразу такой вопрос, это важно для азербайджанского общества или же для самой власти? Для самой власти, а общество в патриотическом угаре Так что в понимании общества это тоже очень важно Это самое главное для простого азербайджанца, который как бы и воспитывался в таком духе Ну, чтобы освободить территорию Если все нельзя, то хотя бы часть, а потом соберемся с силами И снова, для Турции очень важно, для турецкого руководства успешная военная операция Потому что те операции, которые Турция ведет сейчас в Сирии, в Ливии Или спор ее с Грецией, оно как бы не дает такого значительного успеха А вот раздавить Армению, которая ослабла, это как бы выглядит очень солидно То есть перспективы, ну а кроме того, как бы выторговать во взаимоотношениях с Россией Тоже дополнительные очки для большой сделки между Эрдоганом и Путиным Ну это как бы с одной стороны или с одной общей стороны Ведь Турция и Азербайджан, говорят, один народ, разделенный на два государства На Турцию и Азербайджан Если на Армению посмотреть, конечно же, для армян выгодно было бы заморозить конфликт Хотя стратегически армянам важно все-таки решить эту проблему Проблему национальной гордости Проблема, ну та, которая в истории Армении записана И каждый армянин знает, что очень важно, чтобы Арцах, как они называют Нагорный Карабах Не входил в состав азербайджанского государства и любого другого Ну, наверное, так нельзя сказать, контролируемого тюрками государства Поэтому для армян принципиально не допустить выхода Нагорного Карабаха Из нынешней ситуации, где он пользуется огромной автономией Формально провозгласил независимость Независимость не может быть обеспечена внутренними силами Обеспечивается Арменией как государством и армянской диаспорой Как дойной коровой для обоих армянских компонентов Вот этой государственности одной всеми признанной, другой квази-независимой То есть там тоже нет установки стратегической на заморозку Установка на то, чтобы начать дискуссию, обсуждение На каких условиях Нагорный Карабах сможет выйти юридически из состава Азербайджана То ли как независимое государство, то ли как часть Армении И сейчас вот в этих условиях, когда соотношение сил между Арменией и Азербайджаном Такое как бы нестабильное и у Азербайджана с турецкой помощью силы преобладают Некоторые, я читаю, армянскую диаспору в Западной Европе, в России Они говорят, что может быть пусть переходит Нагорный Карабах под контроль России Готовы даже на это пойти А Россия это зачем? А Россия это конечно не на... Нет, вообще-то все смотрят так Особенно армяне, да? Ну как Россия? Вы же христианская страна Мы хоть не православные армяне, но вы нас должны защищать Почему? Непонятно А у России еще возникает вопрос А когда во главе Армении стоит человек, которого бы у нас назвали внуком Если не сыном Сороса, да? Который очень критически относится к России К наследию Российской империи, Советского Союза И почему вдруг Армению при таком руководстве они должны защищать? Кстати, на этом пытался играть Алиев В эфире одного из российских ток-шоу Он так и назвал Пашиняна, в общем-то Воспитанником Сороса И так далее И не только его, но и многих из руководства страны Военного службы безопасности Но сейчас я слышал, что их немножко вычистили То есть как бы Россия, как я понимаю, выдвигает требования А может быть как бы российско настроены, пророссийско настроены Представители армянской традиционной элиты Что давайте от этих молодых людей Ну типа новые лица, как у нас Которые не профессионалы Но они пришли заниматься чисткой государственного аппарата То есть их немножко вычистили Из службы безопасности Из вооруженных сил Ну значит ситуация сложная Если на Америку посмотреть, на Соединенные Штаты Им сейчас не до того Конечно же Пашинян и его молодая поросль Это люди от администрации демократической партии Это те, кого они воспитали То есть если будет Байден То может возникнуть такой вариант При большой сделке Армения переходит под американский контроль Становится реально проамериканской силой Азербайджан становится протурецкой силой И те, и другие заинтересованы вытеснить Россию Из этого региона Обеспечивается свобода потоков нефти и газа Чуть-чуть севернее Армении И как бы вот такая И находится компромисс Мне кажется, это несколько фантастический сценарий Ведь посмотрите Все-таки на прошлой неделе Обе стороны поехали мириться в Москву В Минскую группу ОБСЕ фактически Где Франция, США принимают участие Но в первую очередь Россия И интересно, что никакие, получается, влияния Турции Не смогли перекроить вот те конструкции На которых выстраивается архитектура безопасности в регионе Пока что не смогли, во всяком случае Но они сделали этот шаг Потому что Азербайджану важно было коротенькое перемирие Потому что азербайджанские войска наступают И их армяне схватили вот в тот момент Когда им нужно было перезагрузиться Отвести уставшие части Заменить на другие И началось контрнаступление Армении Ну, правильный шаг Украина несколько раз так поступала Во время конфликта на Востоке Ну, там фактически передышки и не было Не было Объяснили Точнее, объявили перемирие с 10-го числа И сразу же 10-го числа пошли обстрелы повторные Стороны обвинили друг друга в нарушении То есть не придерживались его даже одни сутки Вряд ли этого достаточно для какой-то перегруппировки Как я понимаю, Армения не готова была уступить Вот этот вот момент выгодного положения Когда они могли атаковать наступающие Или уставшие армянские части Для Азербайджана было очень важно показать Что Азербайджан тоже выступает За мирное, справедливое разрешение На основании резолюции ООН Для России это очень важный символический момент Показать, что Россию вытеснить Из постсоветского пространства Если невозможно, то очень сложно И нет смысла То есть на символическом уровне игра была Теперь мы видим с нулевой суммой Просто так Россия не справится с этой ситуацией Когда идет углубление конфликта Когда угроза уже обстрела в глубине территории Как сегодня заявляют, что азербайджанские Или ракетные войска Наверное, ракетные или авиация Обстреляла позиции армян В глубине армянской территории Не на территории Нагорного Карабаха Якобы это места расположения Ракет в среднем Это ракетные комплексы тактические Которыми армяне били по городу Гянджа В Азербайджане Гянджа второй по величине города Азербайджана Кстати, заявляли о том, что расстреляли там аэропорт В Гянджа, где базируются турецкие самолеты В том числе Но реально, вроде как по аэропорту не попали Но попали по самому городу Это в Азербайджане сейчас раздувают В качестве такой вот террористической атаки Как они это называют Там еще интересный момент С обстрелом, ракетным обстрелом Минге Чаурской ГЭС Показали, что там остатки ракет Армянских Которые почему-то не взрываются И тогда вот начали в Фейсбуке И в других платформах обсуждения Говорить, а что это с армянскими ракетами Почему они не взрываются Тут два варианта Первое, что армяне могли выстрелить Пустыми боеголовками Показать, что давайте-ка не будем продолжать Боевые действия Потому что мы можем достать Те объекты после разрешения Для устрашения Для устрашения Но может быть Это сами азербайджанцы Сделали такую Ну такую картинку Тем более говорят На фото было видно Что эта ракета была подперта Какими-то дополнительными Деревянными Слушайте, я бы назвал еще и третий вариант Фактор халатности и идиотизма Нельзя исключать никогда Может быть просто старыми Выстрелили какими-то Они не взорвали Да, но подумать Что армяне захотят уничтожить Атомную Уже не атомную Гидроэлектростанцию Если у них У самих есть Атомная электростанция А некоторые Ну такие Радикальные элементы В государственном аппарате Азербайджана Сказали Если что Мы разбомбим Вашу атомную электростанцию Высказывались Такие мысли Да, действительно Так что С одной стороны Обе стороны Готовы Вечно воевать Друг с другом Уничтожать друг с другом Их система образования Система пропаганды На это направлена Да, лидеры могут выступать Как культурные люди Ресурсы не бесконечны Да, но и у обеих сторон Не бесконечны Посмотрите Выглядит, что Армения со всех сторон Окружена Сверху С севера Грузия Которая как бы нейтральная Но реально Это нейтралитет В пользу Азербайджана Потому что Турецкие и израильские Самолеты летают Доставляют Как ясно Средства И ПБО И дроны И многое другое Обычно Через Иран Шло Снабжение Армении Это маленький кусочек Границы Есть И русское Оборудование Шло И закупаемое В других странах Но теперь Иран заявил Что Он против Того Чтобы Продолжалась Нынешняя ситуация Он за освобождение Всех оккупированных Азербайджанских Территорий Почему? Огромное количество Почти половина Населения Ирана Это Тюркоговорящие Те, кто называют Себя азербайджанцами Часто Они начинают Проявлять свою Солидарность Еще не настолько Активно Но уже С Азербайджаном Иранское руководство Не могло Не высказать Таких жестких Слов И угроз В отношении Армении Конечно же Иран Иран хочет Приостановить Распространение Влияния Турции И его не устраивает Сотрудничество Азербайджана С Израилем Но тоже Продолжает Играть в эту Дипломатическую Игру Итак Армения Фактически Окружена Со всех сторон У нее Вот-вот И будет Полная блокада Но и Азербайджану Нечего особенно Радоваться Потому что Тоже Снабжение его Через Туркмению Если в Грузии После выборов Произойдут Или Грузия Будет Дестабилизирована Во время Предстоящих выборов То такого коридора Не будет Так что Действительно Ресурсы Не бесконечны Они Иссякают Но При Как-то даже Средние века Начинают Воевать На конях С копьями А потом Становятся На свои ноги И мечами Воюют Потом Переходят Просто В рукопашный Бой Если уже Нет Так И тут Возможно Народы Уже Подготовлены К тому Чтобы стоять До последнего Вот сейчас Армяне Там в некоторых Местах Где уже Азербайджанцы Вклинились Должны были бы Бежать С этих Оставшихся Горных Участков На севере Станы Они до последнего Хотят себя проявить Как вот те Средневековые Или древние Армянские воины Почему Они должны были Бежать Если в горах В принципе Обороняться Можно Эффективно Им предложили Сдаваться Потому что Тут Огромная масса Людей Пришла С вооружением Самолеты Их долбят Правильно Почему Если ты патриот Ты готов Умереть За свою землю Они считают Это своей Азербайджанцы Патриоты И они считают Что они освобождают Свою землю Так что шансы Воевать До последнего Азербайджанца И последнего Армянина Велики Со всех стран мира Армяне готовы Вернуться В свою страну И прислать добровольцев И вообще Все молодые армяне Готовы Не только молодые А огромное количество Тюркоязычного Населения мирового Тоже готово Проявить свою солидарность С Азербайджанцами И не только тюркоязычные Сирийские Исламские Радикалы Они готовы И за деньги И некоторые даже без денег Это уже отдельный разговор Спасибо вам за беседу Валентин Михайлович В гостях у меня был Валентин Якушек Профессор И доктор политических наук Президент Украины Владимир Зеленский На минувшей неделе Побывал с официальным Визитом В Великобритании И пока интернет Пользователи Традиционно обсуждали Всевозможные Протокольные ляпы Вроде Несоразмерно большой И не в том Подобранной сумочке Пресс-секретаря Президента Юлии Мендель Содержание договоренностей Достигнутых В ходе визита Подавалось В украинских СМИ Весьма поверхностно Вот, например Что сообщила Об этом Вышеупомянутая Юлия Мендель Цитата Президент Владимир Зеленский Возвращается Из Великобритании Топ-ньюсмейкером Недели И неудивительно В Лондоне Украина подписала Три исторических документа Один из них На миллиард фунтов Поможет возродить Наш потерянный В 2014 Флот Ведь предусматривает Строительство кораблей Совместно с Британией Еще один Является первым Стратегическим соглашением О партнерстве Которое Британия Подписывает После объявления Брекзит Фактически Оно укрепляет Экономические связи Между нашими странами И увеличивает Товарооборот Третий документ Меморандум На 2,5 миллиарда фунтов Поможет с дешевым Кредитованием Приоритетных отраслей В Украине А это оборонка Сельское хозяйство Медицина Итак Строительство кораблей Соглашение о зоне Свободной торговли И кредиты Вроде бы Все звучит благостно Но как это часто бывает В случае с украинской политикой Реальность существенно Отличается от Браворных заявлений О перемогах Взять хотя бы Обновление Украинского флота Речь идет о контракте На 1,25 миллиарда фунтов Которые выделит Украине Лондон Для строительства Восьми ракетных катеров Однако Это не безвозмездная помощь А кредит на 10 лет Который придется отдавать Причем Частично его освоят Сами британцы Корпуса двух из восьми судов Построят на британских верфях Идем дальше Соглашение о зоне Свободной торговли С Британией Здесь все просто После выхода из ЕС Лондон вынужден повторно Заключать экономические соглашения Со всеми его партнерами Хотя стоит отметить Что определенные преимущества От этого Украина все же получит Киеву были обещаны Дополнительные тарифные квоты В частности На поставку пшеницы Кукурузы И мяса птицы Таким образом Квоты по ЗСТ с Евросоюзом У нас останутся Но добавятся отдельно Британские квоты За счет этого Общие квоты На беспошлиный экспорт Могут увеличиться На 13-20% Но самое интересное Касается 2,5 млрд фунтов Стерлингов О которых В офисе президента Заявили следующее Цитата Мы привезли из Великобритании 2,5 млрд фунтов Стерлингов Это новая страница Украино-британского сотрудничества И беспрецедентное событие Для Украины На поверку оказалось Что речь идет О кредитовании Британским правительствам Своих собственных компаний Экспортирующих товары В Украину Вот что заявил По этому поводу Глава Минфина Сергей Марченко Который подписывал Меморандум С украинской стороны Цитата Департамент Соединенного Королевства По обеспечению экспортных кредитов Он же ЮКФ Поддерживает экспорт Всех видов товаров И услуг из Великобритании И может помочь Предприятиям любых размеров Успешно выполнить экспортный контракт Кредиты будут выдаваться На 10 лет Под очень привлекательную ставку 2,5% в евро И 3,5 фунтов стерлингов Льготный период кредита Когда можно не выплачивать проценты 3 года Уровень локализации Британской доли производства 20% Да, локализация производства В Британии на 20% Предполагает, что остальные 80% экспортируемого Из Британии в Украину товара Могут производиться где угодно В том числе и в самой Украине Но вопрос в том, что скорее всего Это будет наименее технологичное 80% Если учесть, что среди Приоритетных отраслей Сотрудничества в меморандуме Прописано сельское хозяйство То результат подобной кооперации Может выглядеть примерно так Шаг 1 Британское правительство Кредитует макаронный завод На своей территории Шаг 2 Этот макаронный завод Закупает сырье Зерно или муку В Украине Те самые 80% Нелокализованного в Британии Производства Шаг 3 Продукция перерабатывается В готовые изделия в Британии Шаг 4 Продукция экспортируется в Украину В итоге Украинские производители Получают источник сбыта Дешевого сырья Или продукции Первичной переработки А британские производители Поставляют к нам Продукцию глубокой переработки Из нашего же сырья Со своей наценкой Затем выводя прибыль за рубеж Является такая схема Парамогой, зрадой Или ганьбой Решайте сами Как говорится Точка зрения Зависит от местонахождения Об итогах визита Владимира Зеленского В Британию Поговорим с политическим психологом Сергеем Кривулей Здравствуйте, Сергей Добрый день Как вам, собственно, Те соглашения Которые привез Владимир Зеленский Из Британии Было очень много Сказано на сайте Офиса президента О том, что там Достигнуты какие-то Небывалые успехи О двух с половиной Миллиардах фунтов Которые якобы Были выделены В качестве кредита Но на поверку Оказалось, что это Финансирование Британского экспорта В общем, как вам Этот визит в целом? Ну вы же понимаете Что каждый визит Подается Как будто Человек сделал Что-то Невероятное Правильно? Народ там не очень умен И он Слушает Кушает На самом деле Понимаете Все это Полная берегата К сожалению И популизм Поэтому у меня Иллюзия По этому поводу А вот в реальности О чем же там Договаривались? Звучат такие Конспирологические Теории О том, что Зеленский Предлагал Британцам И британским Компаниям Украинскую землю В связи с Открытием Рынка земли О том, что он Предлагал там Участие в нашем Агробизнесе Каком-то Мог 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 Понимаете На самом деле Я читал Я читал О том О чем договорились Были смешные Очень вещи Они Всего-навсего Обещали Что будет Украинское Это я не помню На украинском умове Будут Какие-то вестись Я не помню Передачи Или Что Что-то было Полный Бред На самом деле Понимаете Ну так Я Я понимаю Потому что У человека Есть Страна Которая Расползается Во все стороны И он не знает Что сейчас Что с ней делать Долго А уточните Вы сейчас Подразумеваете Британию Или Украину Потому что Там есть Шотландские Сепаратизмы Все дела Я Британию Знаю хорошо Там бывает Довольно часто Бываю Потому что У меня там Сестра живет А мы там Только вот В прошлом году Были два раза Были там С женой Довольно долго И Британия Это Стабильная Спокойная страна Вот там Что меня радует Там стабильность Понимаете Полная стабильность Там конечно Есть свои минусы Когда у них Пошел слух Пошел Что в магазинах Пропадают продукты Они вышли утром А полки пустые У нас такого не было Кстати Потому что у нас Народ привычный Где вещам А британцы Они же Боятся Но До распада Очень далеко Продолжая Итоги Встречи Зеленского С Джонсоном Там Была заключена Договоренность О постройке Катеров Восьми Катеров Для украинского Флота Как его называют Сейчас Москитный Флот Два из этих Катеров Будут строиться В Британии Остальные Якобы Под надзором Британских Специалистов Будут строиться В Николаеве Что скажете Об этой сделке Ну как Это чистая политика Потому что Вы понимаете Что Нет смысла Строить В Николаеве Катеров Вообще Нет смысла Это делать Это чистый Политический шаг Вот они В Зеленской Делают Своё дело Поднимают Свой рейтинг Надувают Ширки Ну Как-то Так Получается То есть На развитие Украинской Промышленности На сохранение Рабочих мест В Николаеве Это там Не особо Скажется Очень мало Катеров Больше штук Шесть Будут Катеров Строить Восемь А Нет Ну шесть В Николаеве А В Николаеве Да Шесть Вот как могут Шесть Катеров Впасти Экономику Украины Ну Украины Очевидно Нет Да Я думаю И не понимаю Это такая мелочь Понимаете Там На какой-то Срок Конечно Они Смёны Людей Пристроить Платить Но На самом деле Это такое Это полный Брит Кроме того Было достигнуто И заключено Соглашение О зоне Свободной Торговли С Британией Британия Сейчас со всеми Перезаключает Такие соглашения Потому что она Вышла из Евросоюза И В украинской прессе Прошла такая информация Что Отдельное соглашение ОЗСТ с Британией Позволит Как бы Расширить Квоты То есть Если Одни квоты На украинские товары В основном Сельскохозяйственного Производства Прописаны В соглашении ОЗСТ с ЕС То с Британией Будет прописан Еще какой-то Объем Насколько это Справедливо Насколько К этому Стоит верить Ну Первое Британия Будет получать Наши продукты Правильно? Да Разумеется Или мы Мы британские Британская Легкая промышленность В частности Пищевая Там довольно слабая Знаете У нас Наши Большие магазины Намного круче Чем у них Поверь Я Не хочу говорить Что там плохо Но там Магазины У нас реально У нас круто И Если бы Британия Мы покупать Наши Сельхозпродукты Это было бы Хорошо Для них И для нас Я просто Не вижу Какие Нам будут Преференции От них Там Будут Определенные Квоты На поставки Вряд ли Они будут В объемах Там Больше Чем прописано В соглашении ОЗСТ с ЕС То есть Это скорее всего Будет тот же Объем А учитывая То что Британия Отдельное государство То он Значительно Меньше Но все-таки Какое-то Подспорье Для наших Товаропроизводителей Не Бесспорно Чем больше Торговать Тем лучше Британия Хорошая страна Я очень ее люблю И уважаю И считаю Что Это хороший Шаг И хороший Прокюр хороший Для Дружбы Мировой Ну вопрос Наверное Еще в том Какие именно Товары Будут Поставляться Из Украины Туда То есть Очевидно Что это Не высокотехнологичный Экспорт Какой-то А самые простые Само собой Но как раз Им как раз И не хватает Наших Всех Хоспродуктов У них С этим Хуже Честно Слово У нас Магазин Покачек Круче То есть Они Да Они Хренеют И говорят У вас Хорошо Все Они Не понимают Долгом Как Как у нас Хорошо А что Может Ити Навстречу Нам Сюда Какие Товары Могут Поставлять Британцы А вот Тут Даже Не знают Ничего Нет У них Там Есть Конечно Такие Фирмы Торгуют Одеждой Там Одежда Дорогая Если Сравнить С нашими Ценами Которые Получают Из Турции Китая Там Цен Много Только Понят Что это Английское Больше Ничего Ну Получается Премиум Сегмент Как по одежде Так по Автомобилям Еще Почему-то И На Общем Рынке Это Совершенно Небольшая Доля Ну Да Честно Говоря Автомобили Какие У нас Есть Мини Куперы Нет Ну Вижу Я На улицах Киева Ягуар И Бентли Периодически Мини Куперы Поскольку Я сам Езжу На Мини Куперы Я очень За Очень Нравится Понимаете Но В самой Англии Нас Тошли Тойоты И Хюндай Честное Слово Там У них Если смотреть На их Автопарке У них Хюндай 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 Тойоты Все В завершение В завершение Слово Само Само Собой Просто Он Стремится Понять Волну Потому что Многие люди Считают Что Они понимают Президент Понимает Волну Большую Они Зато Уважают Еще Проголосуют В гостях У Международной Панорамы Был Сергей Кривуля Политический Психолог Говоря О новостях Минувшей Недели Из рубрики Полит Трэш Нельзя Обойти Вниманием Неожиданные Заявления Ряда Не побоюсь Этого слова Моральных Авторитетов В поддержку Байдена И Трампа На выборах Президента США Шведская Экоактивистка Грета Дунберг Призвала Американцев Отдать Свой голос На президентских Выборах В США За Джо Байдена Об этом Она написала В Твиттер 17-летняя Активистка Подчеркнула Что никогда Не занималась Политикой Но предстоящие Выборы В США Выше Всего Этого Однако Сторонники Трампа Так же Зря Не теряли Времени В их полку Тоже Прибыло Причем В полку В прямом А не переносном Смысле Официальный Представитель Террористического Движения Талибан Забиулла Муджахид Поддержал Кандидатуру Президента США Дональда Трампа На следующих Выборах Главы Государства По словам Муджахида Он надеется Что Трамп В случае Победы Положит Конец Американскому Военному Присутствию В Афганистане Представитель Боевиков Отметил Что хотя Президент США И может Казаться Нелепым Для всего Остального Мира Но для Талибана Он Мудрый Человек Он Также Рассказал Что члены Террористического Движения Были Очень Обеспокоены Когда узнали Что Трамп Заразился Коронавирусом Как это Трогательно Так за Трампа Переживали Что аж Кушать Не могли После Прочтения Этих Новостей Невольно Вспоминаются Две Крыватые Фразы Первая Та В которой Скажи Мне Кто Твой Друг А вторая Та Где Чума На Оба Ваши Дома Тем Временем В Старой Европе И на Островах Туманного Альбиона Главной Темой Остается То ли Надвигающаяся То ли Уже Бушующая Вторая Волна Коронавируса Вот Что писала По этому Поводу 12 Октября Британское Новостное Агентство BBC Цитата Премьер-министр Обратится К парламенту Установив Различные Правила Для регионов Отнесенных К категории Средней Высокой Или Очень Высокой Угрозы Ожидается Что регион Ливерпуля Где проживает Полтора Миллиона Человек Столкнется С жесткими Ограничениями Пабы И тренажерные Залы Будут Закрыты А также С дальнейшими Правилами Касающимися Совместного Проживания Семей В помещениях Глава Горсовета Ньюкасла Заявил Что Северо-Восток Может избежать Ужесточения Правил Господин Джонсон Обратится К депутатам Перед проведением Пресс-конференции На Даунинг-стрит Другие регионы Ожидающие Новостей О дальнейших Ограничениях Большой За неделю Закончившуюся 6 октября Зарегистрировано 600 случаев На 100 тысяч Человек Средний Показатель По Англии Составил 74 Случа Противоэпидемические Ограничения Существенно Отразились На британском Бизнесе Особенно Это касается Компаний Занимающихся Авиационными Пассажирскими Перевозками 12 октября Стало известно О том Что генеральный Директор Бритиш Эйвейс Алекс Круз Покидает Свой пост Из-за Худшего Кризиса В авиационной Индустрии Как пишет BBC Круза Который Работает В Бритиш Эйвейс С 2016 Года Заменит Руководитель Компании Аэрлингус Шон Дойл Алекс Круз Останется Председателем Бесправа Принятия Решений На переходной Период Прежде чем Дойл В полной Мере Приступит К выполнению Своих Обязанностей Бритиш Шейвейс Оказалась Втянутой В ожесточенный Спор С профсоюзами Из-за Увольнений И сокращения Заработной Платы Она Сокращает Около Десяти Тысяч Сотрудников Вызывая Критику Со стороны Профсоюзов И депутатов Которые Утверждают Что авиакомпания Следует Так называемой Политике Увольнения И повторного Найма Под этим Подразумевается Что вместо Сохранения За сотрудниками Рабочего места На период Вынужденного Простоя И кризиса Их увольняют В расчете На то Чтобы вернуть На работу Когда ситуация Стабилизируется Известная Британская Авиакомпания Лишь одна Из множества Наглядных Иллюстраций Пагубного Влияния Пандемии И связанных С ней Карантинных Ограничений На экономику Если такие Гиганты Вынуждены Сокращать Штат То что уж Говорить О малом И среднем Бизнесе Представители Которого Вновь будут Разоряться Сотнями тысяч Как это уже Было Во времена Первого Локдауна Весной Текущего Года В странах ЕС Тоже готовятся Ко второй Волне Пандемии И придумывают То Как совместить Противоэпидемические Меры С минимизацией Ущерба Для экономики Число Заболевших Растет А вслед За ними И число Больных Нуждающихся В госпитализации Каждая Страна Пытается Найти Правильную Комбинацию Мер Введения Локального Жесткого Карантина Инициативы По тестированию И отслеживанию Контактов Больных Экономическая Поддержка И публичная Популяризация Противоэпидемических Мер Все это Делается Чтобы снизить Количество Заражений По мере Приближения Зимы Во Франции Все ключевые Эпидемиологические Показатели Вызывают Озабоченность Ежедневно Выявляется Около 18 тысяч Новых Случаев Число Заболевших Составляет 116 на 100 тысяч Человек И продолжает Расти По словам Врачей Главная Причина Роста Заболеваемости Это молодые Люди Возобновляющие Социальную Активность После изоляции И передающие Вирус В Чехии Отмечается Самый Высокий И самый Быстрорастущий Показатель Новых Случаев Заражения За день В Европе Соотношение Положительных Тестов Ко всем Проведенным Анализом Составляет 30% Общее Число Погибших В Чехии Сейчас Составляет Более 800 Человек Но к Следующей Неделе Почти Наверняка Превысит Тысячу Человек Чиновники Предупреждают Что скоро Больницы Страны Могут Переполниться В Германии Количество Ежедневных Заражений Которое В течение Лета Оставалось Низким Начало Расти Последние Ежедневные Показатели Составляют Почти 5 тысяч Человек В день Так Много Заразившихся Не было С апреля Ситуация С коронавирусом Ухудшается И в Нидерландах Где Количество Ежедневно Выявляемых Случаев Уже Достигает 6 тысяч Мы Не просто Так Затронули Тему Второй Волны Распространения Коронавируса В Европе В Украине Сегодня Также Наблюдается Рост Заболеваемости А учитывая То Как наши Политики Зависят От своих Европейских Коллег В политическом Экономическом И даже Морально-психологическом Смысли Можно ожидать Что по мере Ухудшения Эпидемиологической Обстановки Они будут Копировать Меры Принимаемые В странах ЕС В конце Концов Именно Это Мы видели Весной Так что Уважаемые Зрители Берегите Себя И не Удивляйтесь Возможному Ужесточению Карантинных Ограничений На Западе В последние Две недели Стали обращать Все большее Внимание На усиление Турции В регионах Некогда Входивших В состав Османской Империи Либо Граничивших С ней Амбиции Эрдогана По наращиванию Военного Экономического Присутствия На Ближнем Востоке В Северной Африке И на Кавказе Были Подсвечены В западной Прессе Словно По команде Толчком К этому Послужило Вовлечение Пусть и Слегка Замаскированное Как теперь Модно Говорить Гибридное Турции В очередной Вооруженный Конфликт А именно В войну В Нагорном Карабахе Разгромной Статьей О внешней Политике Эрдогана Разразилось На минувшей Неделе Информационное Агентство СНН Публикация Называется Воинственная Внешняя Политика Турции Может в скором Времени Завести В тупик Как значится В ней Цитата Союзники Эрдогана В Египте И Сирии Добились Огромных Политических Успехов В первые Годы Арабской Весны Которая Началась В декабре 2010 Года И нео-османская Мечта Эрдогана Похоже Начала Сбываться Но Перенесемся На 10 лет Вперед И союзники Президента В регионе В основном Группы Связанные С исламистским Движением Братья-мусульмане Сильно Ослабли За исключением Региональных Бастионов Поддержки В Катаре Сомали И базирующегося В Триполи Правительства В раздираемой Войной Ливии Проекция Власти Эрдогана Оставила Горький Привкус На устах Многих Региональных Лидеров Далее В статье Говорится О том Что Эрдоган Вызвал Гнев Европейских Стран А именно Франции Греции Кипра Которые Публично Падающая Турецкая Экономика Усугубленная Последствиями Ковид-19 Стала Еще одним Препятствием На пути Проекта Эрдогана И ограничила Его способность Прорвать Нарастающую Международную Изоляцию Турции Завершаются Эти рассуждения Выводом О том Что турецкая Экономика В последние Годы Переживает Не лучшие Времена А значит Может просто Надорваться Под грузом Нескольких Внешнеполитических Авантюр Как пишут Авторы За первое Десятилетие Правления Эрдогана Миллионы Турок Вырвались Из нищеты Произошел Экономический Бум Дальнейшая Диверсификация Турецких Рынков Сбыта И даже Резкое Падение Уровня Детской Смертности Однако В последние Годы Курс Национальной Валюты Иногда Резко Падал Государственный Долг Резко Увеличивался А инфляция Росла Как и во Многих Других Странах Ожидается Что экономика Турции Упадет В 2020 Году Но может Восстановиться В следующем А вот Что пишут Аналитики Немецкого Фонда Международной Политики И общества По поводу Причин Наступательной Внешней Политики Эрдогана Цитата Турция Все больше Считает Себя Региональным Гегемоном И пытается Утвердить Свои Интересы Преимущественно Посредством Применения Жестких Иными словами Военных Средств И хотя Конкретные Мотивы Вмешательств В разных Случаях Разные И продиктованы Либо экономическими Интересами Нефть и газ Либо интересами В области Безопасности Значительную роль Играет усиливающийся Национализм В этой стране При этом Президент Принимает решение Не самостоятельно А вынужден Считаться С позиции Своего Ультраправого Партнера По коалиции Партии Националистического Движения Во главе С Девлетом Бахчели Он Безо всякого Стеснения Подталкивает Эрдогана К таким шагам И по мнению Многих турок Стал по сути Субъектом Принятия решений В области Внешней политики Любопытно Что второй причиной Активизации Силовой Внешней политики Турции Немецкие аналитики Называют Обостряющийся Экономический Кризис В стране По их словам Своими Внешнеполитическими Авантюрными Действиями Эрдоган Надеется Сплотить Вокруг себя Нацию И отвлечь Внимание От экономических Трудностей Которые Которые Привели К растущему Обнищанию Широких Своев Населения Как бы то ни было По итогам Последних Нескольких Лет И особенно Первых Десяти Месяцев 2020 Года Стало Отчетливо Понятно Что Турцию На Западе Записали В клуб Непослушных Стран Которые В риторике Западных СМИ Не удостаиваются Ничего Кроме Критики Вероятная И политика Большинства Стран ЕС И даже США В отношении Турции В ближайшие Годы Будет Соответствующей В этих Условиях Для Анкары Много Будет Зависеть От умения Эрдогана Договариваться О разделе Влияния С другими Крупными Региональными И глобальными Игроками Такими Как Иран Саудовская Аравия И Россия Если Он Продемонстрирует Неспособность К подобным Договоренностям И попытается Дальше Ехать На одной Османской Гордости Рискует Потерять Не только Внешнеполитические Приобретения Но и Спокойствие В самой Турции В нюансах Внешней Политики Турции Нам поможет Разобраться Основатель Портала Дипломатические Комментарии Аурак Рамдан Здравствуйте Здравствуйте Господин Валерий 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 Вот Западное Издание В последнее Время Пишут Очень много О том Что Турция Проводит Все более Экспансионистскую Внешнюю Политику Называются Разные Точки На Карте Мира Это И Северная Африка И Ближний Восток Восточное Средиземноморье Сейчас Вот Карабах Куда Турция Также Вовлечена Вот На Информационном Агентстве СНН Недавно Вышла Интересная Статья В которой Делался Такой Вывод Что Турция Может Надорваться Со своей Такой Слишком Активной На столько Фронтов И турецкая Лира Падает Турецкая Экономика Пострадала От коронавируса Чем Закончится Вот этот Экспансионизм Для Турции В обозримой Перспективе Спасибо Что Вы пригласили На вашу Передачу Я Считаю Эта Тема Очень Актуальна Для того Чтобы Обсудить Турцию Как Государство Национальная Светская Модель Управления Государством После Кемела Ата-Турка После заключения Лозаннского Мирного Договора Турция Это Светское Государство Но Ардаган Спекулирует На Происламские Риторики Для того Чтобы Укрепить Себя Внутри Страны И Инвестировать Идеологически Даже Геополитически В Прошлое Атаманскую Прошлое Он Этим Пользуется Османская Империя Но Ничего Общего Нет Между Ардаганом И Настоящим Османским Наследием Это Антагонисты Он Верит В Леру В Доллар Свои Национальные Интересы Но Он Спекулирует Как на Происламском Коварис Фланге В Арабском Мире И Спекулирует На Туранском Фланге В Азиатском Направлении Надо Учитывать Что Турция Это Член НАТО Поэтому Ардаган Или вообще Турский Государство И Вооруженные Сили Этого Государства Которые Являются Неотъемными Частью Этого Блока Военно-политического Не Можут Ничего Делать Без Санкций Вашингтона Потом Те маневры Которые Сейчас Видим На тех Фронтах Которые Вы Только Что Перечислили Это При Одобрении Вашингтонского Обкома Это Все Направлено Против Того Чтобы И Россия И Китай И Антагонисты Интересам Атлантического Блока Были Пришемлены Значит Он Это Своего рода Такая Превентивная Война Уже Идет Между Западом В голове С Вашингтоном Вот Больше Ничего Я читаю И арабскую Прессу И франкоязычную Англоязычную Русскоязычную Я перехожу К выводу Что Всем этим Процессом Управляет Доллар Управляет Гегемония США В лице НАТО Очень интересная Точка зрения А вот Как же В таком случае Быть с тем Что Политику Турции Осуждает Целый ряд Европейских Государств Которые Также Являются Членами НАТО Вот Франция Очень активно Выступает Против Турецкой Политики Греция Понятно Там исторически Огромный Багаж Противоречий И тому подобное Речь Германия Также Более умеренно Но все-таки Критикует Турцию Вот Как же Быть с этим В общем-то Как Может быть Такое Разногласие Внутри НАТО А вот Насчет Франции Я Считаю Я кстати Уроженство Лжира Я Францию Лучше знаю Потому что Мы были Колонией Этого Государства Если Не было бы Сталина Не было бы Советского Не было бы Вообще Франции Как Насчет Государства Она была Наверное Каким-то Вассальным Образованием Либо У англичан Либо У американцев Наверное Знаете О чем Я говорю Имеется Ввиду Период Второй Мировой Когда Франция Была Оккупирована Режим Виши Существовал Остаться В НАТО Или Заключить Новые Войны Такие Войнеполитические Союзы Может Даже С Россией Может С каким-то Другим Партнером Европейский Союз Надо Быть Трезвым Всегда После Того Как Была Разгромлена Нацистская Германия США Вместе С союзниками Оккупировали До Той Границы До Берлинской Стены После Распада Советского Союза Который Ушел Оттуда Бесплатно Почти Из-за Политики Горбачева Я его Рассматриваю Как диверсанта Который Действительно Разломал Страну Советский Союз Это мощное Белое Государство Он просто Бесплатно Капитулировал Перед Западом И НАТОвская Граница Она Уши Дошла До Почти Я бы Сказал Дошла До Я не буду Говорить Тут В Украине Но Она Дошла До Границы Украины Если не сказали Даже Куда Еще Дошла Вот НАТОвская Линия В этом Плане То Что мы Видим Что НАТО Он Продвигает И Выдавливает Россию Вот Это Пространство Славянское Православие Я говорю Что языком Религии Потому что Есть Подплек Религиозные Тоже Католики Православные Тоже Присутствуют В этом В этой Камве Да Но Белорусский Фронт Который Кстати Сейчас Он Подпирает Россию С Севера Он Не удался Сразу Надо Включить Второй Агрегат НАТОвские Машины Это Турция Уже Вот То Что Существует На Кавказе В этом Конфликте Это Не случайно Но Нормально Существует Но Были Какие-то Мерцающие Такие Конфликты А Сейчас Сразу После Белорусского Эксперимента Со Стороней НАТО Не удалось Там Подключились Механизмы Союзного Государства И другие Более Цивилизационные Глубокие Цивилизационные Причины Которые Остановили Вот этот Демарш НАТО В сторону России Через Беларусь Они Подключили Турцию Как Своего Партнера Чтоб Провоцировать Конфликты Уже У Подрю Как говорится С юга С южного Фланга Для Российской Федерации А также Это Далеко Идущие Чтоб Блокировать Маневры Китая В экономическом Аспекте На будущее Потом Не зря Поменяли Губернатора Кстати В Дагестане Беларусь Никита Васильев И туда Назначили Уже Военного Человека Наверное Первый Заместитель Росгвардии Кстати Там Сейчас Он Рулит В Дагестане Который На границе Прямо С Азербайджана Почему? Потому что Появились Элементы Из ИГИЛа Вот Кстати Боевики Из Сирии Которые Используют Ардаган Которых Перебрасывает Турция Перебрасывает На этот фронт Этот конфликт Он носит Характер Цивилизационный И носит Характер Сейчас Чисто Технический Для того Чтоб Торговать С Россией На других Фронтах Потому что В этом плане И Турция Решает Свой вопрос Геополитический И НАТО Конечно За НАТО Это Вашингтон Большой Такой Полос Который Решает Тоже Свои вопросы С Россией И естественно Связки С Китаем Вот это Трезвая Схема Трезвая Аналитика Которую я вижу Со стороны Человека Который Живет В Северной Африке Даже Те вопросы Которые Сейчас Происходят У нас В Нагорном Карабахе Это Выторговывают С Россией На разных Площадках В том числе И в Ливийском Вопросе Так что Турция Она играет роль Такого Подрядчика Такого Активного И в Военной Сфере И в Экономической Сфере Почему? Потому что Как мы знаем Еще есть Магистрали Энергетические Которые Будут Выводить Из Как говорится Геоэкономики Я бы так Сказал И Российский Газпром Потому что Когда Как мы сейчас Видим Что Есть Вот этот Путь Или Магистраль Газопровод Который Проходит Через Грузию И Грузия Сейчас Она Является Частью Потенциальной Вот такая Житурсия Только Более Такой Затухающей Форме Которая Является Антагонистическим Как политический Режим Для России До сих пор Поэтому В этом плане Пока Не решится вопрос Будет ли Россия Существовать Как геополитический Игрок Субъект На этой планете Пока она существует На этой границе Значит Эти провокации Никогда не закончат Это идет Как говорится Борба Насмерть Между двумя Конкурентами Между двумя Цивилизациями И к сожалению Исламский фактор Тут Вот это Наследие Атаманские Империи Играет роль Как я бы сказал Детонатора К сожалению Получается Эрдоган Обращается К этому фактору Но В реальности Ему не следует Будем говорить А вот Как относятся К внешней политике Турции На Ближнем Востоке Страны Ее партнеры Ее конкуренты Вот тот же Иран Скажем Та же Саудовская Аравия Египет Как они Как они Это все Воспринимают Мы знаем Что В Египте Недавно Очень Ну так Враждебно Реагировали На действия Турции В Ливии Вот что Это нарушало Их интересы Как Ближневосточные Государства Воспринимают Турецкую Внешнюю политику Да Насчет Ближнего Востока Мы понимаем Что Есть Такие Режимы Тоталитарные Такие Да Монархи Диктаторы Мы говорим Сейчас Прямо Как есть Они Не заинтересованы В смене Режима Политического У себя Дома Потому что Была Арабская весна Которая Снесла Не снесла А пыталась Снести Режим Некоторые Режимы Но они Восстановились Благодаря Той Контрреволюции Которая Финансирована Или Которая Финансирована Монархи Кстати Саудская Аравия И Объединенные Арабские Эмираты Они Финансировали Контрреволюции Чтобы восстанавливать Тот статус Почему? Потому что Смена режима Контрреволюции Контрреволюции Да Потому что Успех Революции В арабском мире Это Опасно Для монархи Потому что Они будут Следующей станцией Поэтому Для того Чтобы сохранить Свои режимы Они финансировали Восстановление Чтобы к ним Не перекинулись Вот этот Скажем Пожар Но Ардоган Он не заинтересован В восстановлении Так скажем Дружественных Режимов Для монархи Он Все время Финансировал Политический ислам Те же революции Братья мусульманы Братья мусульманы И так далее Происламские Но Ардоган Как я ранее Сказал Раньше Вот в моем выступлении Он Спекулирует Играет на этом фронте Успешно Поэтому В этом плане Он как раз И давит На эти режимы И выторговывает Например Сейчас У него база Или Военный континент Находится в Катаре Это было Когда Вот эти монархи Скажем Саудская Аравия Объединенные В том числе Египты Хотели Блокировали Катар Даже Был Сценарий Окупировать Катар Но В этом плане Ардоган Поспешит Спасти Режим Политический Режим Катара И установиться Там Как уже У него Своя база Можно сказать Военная В этом плане Он там присутствует Фактически Форпост В Мерсивском заливе В этом плане Конечно Там есть Американцы Это усиление Американского Влияния В этом Нефтеносном Важном Регионе Если Перейдем В 100 Вы упомянули Иран Иран используется Соединенные Штаты Америки Чтобы дать больше Ити монархии Вот у вас Враг Поэтому в этом плане Удачно Использует Администрация Американская Противостояние Шиитское Суницкое Для того Чтобы продавать оружие В огромном Количестве Вот этим монархиям Это деньги Для Военно-промышленного Комплекса США Это очень Без этого нельзя Поэтому в этом плане Они подпитывают Вот этот Как говорится Противостояние Идеологическое Но Ардоган Он понимает Эту игру Он не идет На Как говорится На Обострение Отношений Серым Ему это невыгодно Он как раз Является И что В сирийском Вопросе Он вместе С Россией И с Ираном Они создавали Некий такой Блок Союз Да В этом плане Чтобы вы поняли В этом плане И конечно Разрешили ему США Нельзя думать Что Страна Которая Капитулировала Перед После Первой Мировой войны Она сразу Приобрела Такую Суверенитет И стала Вот просто И дали возможность Играть В этом пространстве Потому что Я вам скажу Настоящее Происламское Государство Которое Будет уже Основывать Свою империю Атаманскую На реальных Очагах Или реальных Аспектах Это очень опасно Для западной Цивилизации Это уже Будет им напоминать И крестовые походы И колониальную Историю Это будет уже Настоящая война Но это Симуляция Это Муляж Для того Чтобы Как говорится Дать возможность Ардугане Быть своим Там где Выгодно Той цивилизации Которая Пасет И получает Свои дивиденды В этом пространстве Как на Ближнем Востоке И это Кстати Ждет Среднюю Азию Если Россия Не предпримет Серьезные Шаги По Сохранить Хотя бы Своё влияние На уровне Тех Проектов Экономических Интеграционных Понимаете Что мы говорим Тогда Вопрос Религиозности Вопрос Даже Смотрите В составе Российской Федерации Есть компонент Сунитский Компонент Никогда В жизни Если не будет Много денег Либо Сели Военной Либо Политической Воли То Антагонистические Религиозные Моменты Рано или поздно Дадут Трещину Поэтому В этом плане Сунитский Та же Чечня Кстати Чечня Когда-то Можно ее Сопоставить С тем Как был Алжир Мусульманский Алжир В составе Французской Империи Рано или поздно Освободительное Движение Дало Трещину И Алжир Получился Внезависимость Поэтому В этом плане Россия Находится На Пороховой Бочке Только На конфессиональной На религиозной Основой Об этом В Кремле Знают Но вслух Не говорят Поэтому Ардуган Может их Спровоцировать Поэтому Для них Член НАТО В лице Ардугана Это серьезная Проблема Для Путина Путин Он должен Найти общий язык Уступать Ардугану Чтобы сохранить Хотя бы Свой режим В Москве Что ж На этом мы будем Завершать Спасибо вам За беседу Господин Рамдан Мы еще не Начали Разыгрывать Обсуждать Мы еще Безусловно Будем вас приглашать Конечно же До новых встреч В нашей передаче Со мной в студии Был основатель Портала Дипломатические Комментарии Аурак Храмдан Ну а пока В западной прессе Обсуждали Ковид И Турцию С новой Сенсацией Подоспел Товарищ Ким Чен Ын Напугавший Весь либерально Демократический Мир Размером Своих Ракет На военном Параде В Пхеньяне По случаю 75-летия Трудовой Партии Кореи КНДР Впервые За два года Продемонстрировало Миру Оружие Большой Дальности На параде Были представлены Баллистические Ракеты Впервые С тех пор Как Ким Начал встречаться С международными Лидерами Включая Президента США Дональда Трампа В 2018 Году Аналитики Заявили Что ракета Которую Провезли В ходе парада На транспортном Средстве С 11 Осями Станет Одной Из самых Больших Мобильных Межконтинентальных Баллистических Ракет В мире Если она будет Введена В эксплуатацию Сообщает Ройтерс Эта ракета Чудовище Утверждает Заместитель Директора Открытой Ядерной Сети Мелисса Ханхем Новыми Ракетами Своих Северных Соседей Обеспокоились И в Сеуле В воскресенье Министерство Обороны Южной Кореи Заявило Что выражает Озабоченность По поводу Того Что Цитата Северная Коре Представила Оружие Включая То, что Предположительно Является Новой Баллистической Ракетой Большой Дальности В официальном Заявлении Южная Корея Потребовала От своей Северной Соседки Соблюдение Межкорейских Соглашений 2018 Года Направленных На снижение Враждебности Обеспокоились Северокорейской Ракетой И на Западе Только Взгляните На эти Заголовки CNBC Северная Корея Представила На параде Новую Межконтинентальную Баллистическую Ракету Монстра Financial Post Новая Огромная Ракета Северной Кореи Отправила Сигнал Вашингтону BBC Северная Корея Что Мы Знаем О Новой Массивной Ракете На Параде Похоже На фото С парада Ким Чен Ин Не зря Улыбался Во все 32 Зуба В суматохе Неспокойного 2020 Года Со Всеми Вирусами Войнами И кризисами Статус Одного Из Главных Ньюсмейкеров Заставляя Визави По международной Арене Не только Говорить о себе Но и Считаться С собой Вполне возможно Что в скором Времени Он умело Разменяет Этот Медийный Ресурс На очередные Преференции Вроде Встреча С Дональдом Трампом 2018 Года Или Очередной Порции Экономической Поддержки От Китая А на этом Наша передача Подошла К концу С вами была Международная Панорама И я Ее ведущий Даниил Богатырев До новых встреч На канале КРТ Субтитры